С 1 по 5 марта в Москве в выставочном центре «Экспоцентр» прошла выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья». Я бы сказала, совершенно случайно, но, зная, что ничего случайного не бывает, посетила эту выставку и я. И вот свои впечатления, свои ощущения от этой атмосферы, от людей, которые там были, я постаралась передать в своем репортаже вам, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Ну а как это получилось, судите сами. Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио, я Елена Андреева. И сегодня мое пространство женщины попало на очень интересное мероприятие в центр «Ладья», город Москва. Здесь проходит сегодня выставка, вернее, заключительные дни выставки народных промыслов. Представлено очень много городов и очень много изделий различных мастеров и различных промыслов. Сейчас я беседую с Натальей Морозовой, мастерицей по шитью народных костюмов, народных платьев. Здравия, Наталья! Здравствуйте, я работаю на выставке «Ладья». Сейчас здесь представлена выставка народных художественных промыслов России, где собралось много мастеров, порядка 600 участников. Все представляют свои изделия со всех областей России. Здесь очень красиво, очень много всего интересного. Мы рады видеть вас в гости. Расскажи, пожалуйста, о впечатлениях о своих. Впечатления всегда очень разнообразные, потому что мы посещаем выставку каждый раз, не только как гости, но и как участники. Проходим всю выставку, стараемся все посетить. Очень много интересного, много людей, много интересных вещей, много искусства представлено русского, традиционного. Можно для себя что-то подчеркнуть, можно найти подарки для друзей, для близких людей, для себя любимого. Нам очень здесь нравится. Расскажи, пожалуйста, о своих произведениях. Я вот не могу иначе сказать, как произведения искусства. Что у вас, вот что вы предлагаете? У нас небольшая артель, мы все объединения друзей, которые каждый сделает свое дело, но в рамках русской традиции. Мы представляем одежду в русском стиле, это рубахи, порты, платья с элементами русского кроя, отделкой, вышивкой ручной. А также у нас есть тканные пояса, то есть же элемент русского костюма. Варежки мы вяжем с использованием архангельских орнаментов, все вручную. У нас обереги, украшения, у нас музыкальные инструменты и кедровое рукотворное мыло, которое мы варим вручную на основе сыродавленного кедрового масла. Благодарю, Наталья, очень интересно. Ну и, конечно же, мы обратимся сейчас к другим мастерам и участникам этой ярмарки. Переходим дальше. И вот мы подошли к следующему павильону. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Ольга Шарапова. Я художник. Представляю здесь на выставке свои работы, картины, препродукции, открытки, витражи. Ну, мне кажется, выставка замечательно проходит. Очень много людей все очень активно интересуются, приобретают работы. Поэтому, по-моему, все прекрасно. Часто участвуете в таких выставках? Ну, периодически, да. Участвую зимой несколько лет подряд, весной впервые. Ну, пока все нравится. Благодарю! Мы желаем вам огромных успехов. Мы желаем вам успехов в творчестве. Ну и, конечно же, в реализации этого творческого потенциала. Спасибо! И вот я подошла еще к одному очень интересному павильону. Здравия! Здравствуйте! Меня зовут Александра Илана. Я занимаюсь современной обработкой стекла. Делаю дутые бусины из стеклянных палочек, расплавляю их на специальном аппарате кислородной горелки и творю всякое волшебство. Очень красивое изделие, хочу я сказать слушателям. Скажите, пожалуйста, впечатление о выставке, о том, вот какая здесь атмосфера. Это одна из самых больших выставков, где собираются прям все мастера и участники со всех регионов. И мне кажется, другой такой нет, где встретишь все вот это в одном месте. Очень-очень много всего, очень много всего интересного. Приходите все, еще есть один день. Вы какой город представляете? Я сама из Москвы. Давно этим творчеством занимаетесь? Около трех лет. Это основная ваша деятельность? Сейчас, да. Раньше я была преподавателем, а сейчас занимаюсь уже, вот, преподаю стекло, плавлю сама, у меня своя мастерская, печки. Очень увлекательно и тепло, и уютно, и постоянный творческий процесс. Я восхищена и от всей души желаю вам успехов в вашем творчестве. Благодарю, добра. Ну, а мы сейчас попробуем пообщаться с посетителями этой ярмарки. Здравия! Здравия! Скажите пару слов слушателям Народного славянского радио. Представьте. Скажу с удовольствием. Людмила, москвичка. Посещаю выставку «Ладья» регулярно, с большим удовольствием. Сейчас случайно оказалась у стенда с великолепными авторскими работами из стекла. В планах ничего купить не было, но от красоты такой вот, глаза загорелись, и вот стою, стою и любуюсь. С большим удовольствием желаю автору, мне пока совершенно незнакомому этих изделий, больших творческих успехов. Всем советую посетить выставку «Ладья». Здесь много позитива и радости. Благодарю. Добра вам. Спасибо. А сейчас я подошла к очень красивому павильону с замечательными украшениями ручной работы. И пообщаемся сейчас с хозяйкой этого павильона. Здравия! Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хочу представить украшения ручной работы из бисера из натуральных камней. Занимаюсь этим очень достаточно давно. Использую в украшениях натуральные камни, чешский и японский бисер. Очень увлечена этим. Мои украшения рождаются в моей голове, которую воплощаю, и все свободное время, которое у меня оно занимает. Ну вот я смотрю, что камни действительно натуральные здесь. Какие камни чаще всего вы используете в своей работе? Камни абсолютно все, которые вот сегодня приходят на голову, которые попадаются под руку. И какой цвет хочется сегодня делать. То есть здесь нету любого камня. Есть настроение, и идет тогда камень. Вы как сейчас модно делать? По гороскопу делаете? Или же просто по ощущениям каждая женщина может выбрать себе камень? Любой абсолютно. Делаю только по ощущениям. Просят некоторые изделия, которые делаю на заказ, по гороскопу. Любой каприз называется клиента. А так я больше работаю по ощущению. То, что мне нравится, и совместимость камней я не всегда рассматриваю. Камни сами обрабатываете? Нет, камни я покупаю абсолютно со всего мира. И русские, и есть и Китай, и есть и Индия. Абсолютно все камни. Благодарю. Желаю от всей души вам дальнейших творческих успехов, ну и реализации вашего творческого потенциала. Спасибо. А сейчас я подошла к мастерам из Узбекистана. Здравствуйте. Здравствуйте. Рахим Ибрагим из Узбекистана. Мы кузнецы. Делаем ножи и топоры для кухни, для работы. Еще я смотрю, у вас очень красивая роспись по керамике. Керамика, керамика тоже из Узбекистана, но керамика не приехала. Он, я продаю. Они очень красивые и самые хорошие. Москвичи покупают, все довольные. Успехов вам и добра. Спасибо. И в завершении нашей встречи не могла не остановиться у павильона, где представлены уникальные изделия из настоящих растений. Но об этом подробнее расскажет сама мастерица. Здравия. Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Я делаю украшения из настоящих цветов и растений. Все цветы высушены и залиты ювелирной эпоксидной смолой. Можно спокойно носить хрупкие лепестки в повседневной жизни и на выход любоваться ими долгое время. Скажите, пожалуйста, какой город представляете? Я из Пензы. Это только в Пензе, получается, можно найти такую универсальную красоту? Нет, вы можете заказать у меня их по интернету. Я занимаюсь отправкой по всей России, по всему миру. Озвучите тогда, пожалуйста, потому что я сама, как женщина, была удивлена этими произведениями. И думаю, что будет интересно узнать адрес хотя бы вашего сайта. Смотрите, у меня есть группа ВКонтакте, называется Sleeping Nature – украшение из растений. По-русски это «Спящая природа». Вы можете меня найти именно по этому названию в поиске групп ВКонтакте. Там есть все мои работы. Благодарю. Добра вам, удачи и успеха. Уважаемые слушатели, рассказать о всей выставке просто невозможно сегодня. Настолько здесь представлено много различных промыслов. Много людей приехало со всей стороны. Напомню только, что выставка проходит, уже завершает свою работу в экспоцентре, выставка народного творчества «Ладья». Поэтому, уважаемые москвичи, если кто-то посетил или успеет еще посетить эту выставку, приходите. Чувствуется тепло, чувствуется вложенная душа в изделия, которые здесь представлены. Я думаю, что надеть такое платье или надеть такое украшение на себя, сделанное от души, сделанное руками мастера с любовью, это воистину принесет и душевный комфорт, и внешнюю красоту. Желаю вам всегда быть красивыми, желаю вам сиять и изнутри нести свою красоту и добро. Добра вам! С вами была Елена Андреева. Экспоцентр, выставка «Ладья». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова